Отметили День Победы во всех районах республики, вспоминали имена и истории солдат, которые ценой своей жизни защитили нашу страну. Такие мероприятия очень важны для того, чтобы подрастающее поколение никогда не забывало о подвигах героев Великой Отечественной. Фатима Дзадзоева продолжит. Сегодня сотни жителей Ордона пришли почтить память павших на полях Великой Отечественной. Празднование в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно началось с парада. Далее по центральной улице проехала военная техника, следом прошагал и бессмертный полк. В центре города к празднованию Дня Великой Победы соорудили арт-объект – солдатскую каску. Возле символа Великой Отечественной войны всегда много народа. Здесь чаще всего фотографируются и гости. Также каждый желающий мог отведать вкусную горячую кашу. Работала настоящая полевая кухня. Праздник отметили достойно, как и подобает наследникам победителей. В этом году мы постарались разнообразить программу мероприятий. И люди, видно, соскучились. И с удовольствием сегодня пришли. Очень много детей это радует. Я бы хотел поздравить всех жителей нашей республики от имени жителей Ордонского района с замечательным весенним всенародным праздником 9 мая. Далее праздничный концерт. Свои музыкальные и танцевальные композиции дарили жителям творческие коллективы Ордонского района. Для маленьких посетителей – детская программа. Детей сегодня на празднике очень много. Дети знают, что это за праздник. Тем более мы каждый год в этот праздник ходим на кладбище, потому что у нас дед – ветеран. Мы всегда чтим память. Надеюсь, в дальнейшем наши дети не забудут этот праздник, и он всегда будет праздноваться. Память о великом подвиге, совершенном нашими предками, вспомнили и у Ильхотовских ворот. Сегодня все пришли семьями, почтили память погибших героев, выразили слова благодарности ныне живущим ветеранам войны и труда. Каждый год привожу своих детей к боевым местам, к Ильхотовским воротам, чтобы не забывали, помнили наших прадедов, которые воевали. Отметил важность традиции и глава района Борис Накусов. Он выразил надежду, что потомки будут достойны своих отцов, дедов и прадедов. Глубоко символично то, что сегодняшний митинг проходит здесь, у Ильхотовских ворот, где осенью 42-го года на протяжении ста дней и ночей проходили ожесточенные бои. Было призвано более пяти тысяч кировчан, две с половиной тысячи из них не вернулись к родным очагам. Мы помним и будем помнить этих людей, кто ценой своей жизни подарил нам голубое небо. Великий для страны день отметили и в Правобережном районе. На площадях и в парках Беслана прошли тематические мероприятия. Возложили цветы к братским могилам и объектам военной истории. Почти в память погибших в боях и на полях сражений. И выразили дань глубокого уважения тем, кто ковал победу на фронте и в тылу. Тем, кто отстоял свободу, независимость и подарил мирное небо. Фатима Задзоева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.